Губернатор, в принципе, за все то время, что он был, были одни обещания, но по факту ничего не было. Он нас там обсуждает на работе и на учебе. Из-за дорог говорят. Черное небо. Когда Путин-то прилетал, что-то решалось. А потом Путин улетел, и люди же возмущались насчет этого. А Путин меняет, новую команду собирают под новые выборы. Я так думаю, молодых и задорных. Красноярцы выдвигают вполне логичные причины отставки губернатора. Однако официальной и четкой аргументации у Кремля нет. Есть просто решение, и то пока не озвучено. Политологи и эксперты выдвигают свои версии. Чаще всего звучит слово «возраст». Мол, уже 64, пора бы уступить дорогу молодым и амбициозным. О том, что взят курс на омоложение, очевидно и по назначению в других регионах. Но пенсионный возраст три года назад не помешал Толоконскому стать губернатором с рейтингом больше 60%. А сейчас, судя по данным, эта цифра упала вдвое. Виктору Александровичу закончился кредит доверия. Он начал таять в 2015 году. И после этого избиратели испытывали достаточно большую проблему. То, что мы фиксировали при проведении исследований. С ответом на вопрос, а что же, собственно, делает губернатор, какие у него есть дела и какие заслуги. Для красноярцев он так и не стал своим реальных дел. Они не увидели. Когда горожане говорили, что в городе нечем дышать, их никто не слышал. Когда ситуация достигла предела и на Красную площадь вышли 2000 человек, губернатор проигнорировал это событие и продолжал жить в своем мире. На самом деле в Красноярске дышится легко всегда. И кажется, он всегда не попадал в настроение людей. Еще одно подтверждение – отмена прямых выборов мэра. Толоконский открыто говорил, что это правильно. Правильным он считал и поддерживает теряющего популярность Акбулатова. Ну а самой показательной, наверное, стала история, когда краевые депутаты хотели сами себе и краевым министрам поднять зарплаты в два раза. Ребята, вы просто красавцы. Хотели поднять врачам, а подняли себе. Подумали, врачей много, библиотекарей не так уж и много, но тем не менее это существенная какая-то цифра. Да еще всякие госслужащие. Да ну их нафиг. Мы же, ребята, с вами остались в зале, сейчас в ЗАГС собрания. А давайте-ка поднимем зарплату себе. И тут руки депутатов, или как они голосуют там последним планшетом, взмылись вверх, или тут же стали нажимать. Это видео набрало больше миллиона просмотров в интернете. Благодаря ролику эта некрасивая красноярская история проворотилась в скандал федерального уровня. Зарплаты у депутатов так и не выросли, зато выросло раздражение людей и федерального центра. На днях буквально приступаем к строительству трех объектов. Предполагается, повлияло на решение президента и это – подготовка к универсиаде. Наша зима пройдет уже без Толоконского. Во время визита обрадовать президента не удалось. Строительство половины объектов отставало по срокам. И вот сейчас я буду говорить о грустном. В настоящее время есть вопросы к тому, как идет эта работа. Отставание от двух до четырех месяцев от графика. Зафиксировано по 12 из 34 объектов. Никаких тревог, сомнений по ходу подготовки нет. Убежден, что мы справимся с этой задачей и проведем на высоком уровне. Сомнений, конечно, нет в том, что мы все это сделаем. Но тревога всегда возникает, когда есть сбои по срокам. Видимо, все это выросло в еще большую тревогу. Ведь впереди президентские выборы. Есть такое понятие обнуление счетчика. Я думаю, что федеральная логика состоит в следующем. Что нужны люди на местах те, которым поверят. Новый губернатор сможет быть более эффективным в президентской кампании. Это очевидно. В итоге в Кремле решение приняли, но пока не озвучили. А Виктор Толоконский обиделся и улетел. Дарья Тарасенко, Виталий Суботин, Александр Тропин. Новости ТВК.